Добро пожаловать в будущее, братишка! Пока кто-то блокирует телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает полутора процентов в день до 55 процентов в месяц. Открывайте позит на сутки, неделю, две или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Здорово. Свет надо закрыть. Привет, привет. Я наконец-то дома. Получается. Да я вот хочу посчитать, что, как вам, фест вообще. Я так чуть-чуть подсадил голос, но не в крае, все нормально. А это не настоящий порча, если он спрашивает, где оттопать. Умник такой. Слушайте, вроде все было клево. Мне потребуется в будущем больше музыкантов, определенно. Но мы с нашими ресурсами сегодня отработали вообще на полную. Даже больше, чем на полную. В Томску привет. Продолжаете отдыхать, это клево. Я надеюсь просто, что, типа, какими-то эмоциями сегодня зарядил. Это, ну, очень важно. Потому что фестиваль, это, ну, типа, дело большое. Воженецкое. Очень жалею, что я нормально не мог выйти, типа, ну, на фан-зону и посмотреть, какой у вас там интерактив, типа, стенд МТС, всякая такая байда, которая там была, типа, какую хавку делали, или еще чего-нибудь, ну, типа, чем можно было заняться помимо музыки на фесте. Чувствую себя нормально. Спать хочу только. Пыли в слэме было сложно. Да, кстати, блин, когда был, ну, простите, что от финала ИНТа отвлекаю. Сам не смог бы посмотреть на Абдауном, типа, там, где был слэм. Там был уже не слэм, а, типа, сёркал. Люди бегали по кругу. И поднялась такая пыль. Жесть, там, на метра 4-5 над людьми. Выглядело это всё очень эпично, очень мощно, клёво. Единственный рамс, который был на выступлении, короче, ну, у меня до сих пор от волнения перехватывает дыхание на сцене. То есть, мы на репетиции мы прогоняли его последний раз. Три раза программу, и, типа, там, за дыхание каких-то еще чего. Причем, ну, нормально прогоняли. А у тебя на сцену выходишь и бешеное волнение. Прям сильное. Перехватывает дыхание, сбивается. Ну, вроде старался выровнять. Я еще два дня назад подорвал голос, потому что... Потому что, каркать с пылью, я думаю, что следует... Фу, блядь, ничего говорить. Ну, короче, если будет проводиться фестиваль еще, то неплохо было бы решить вопросы пыли, это да. Так вот, перехватывает дыхание. Плюс я сорвал голос за два дня до... До феста. Пробовал на свиноферму зайти, как раньше. Типа, с таким орум. Это уже неправильно. Типа, поставился на харш, и им нужно делать драйв, точнее. Вот. И, короче, ну, все это совместно дало такой эффект, что я нормально не смог дышать. И на стае, когда нужно было петь припев, еще на каком-то треке, который я не помню, у меня в обморок началось. Ну, знаете, кислородное голодание. Вот. И, короче, там люди подумали, ну, это легче, как Аскель, чуть-чуть. А меня в натуре повело, типа, в пол. Еле это. Еле сам себя поднял. Вот так в обморок упал. Было бы совсем жестко, вот эта перфоманс. И очень большое спасибо хочу сказать Паше, ударнику нашему, Даню Лазареву на гитаре, темелады моей диджею, прочему. Все очень круто. Все очень классно было. Но, блин, лучше бы в обморок не сваливаться. По-хорошему. Таков-то вы уже, по-моему, нигде не закажете. Но я не знаю, надо узнать, типа, на БМШОП зайдите. Джинсовки сегодня, по-моему, купили за две минуты. Что такое? Ну, я не знаю точно, на их натуре очень быстро купили. На фесте. Таков-то это Лисина. Россия, ну, тут видно. А, у тебя есть медиаторы от Лазарева, клево. Пашка там кидал палки, вроде, еще медиаторы. Причем медиаторы пиздады. Много других рэперов было, помимо выступающих. Не понимаю. А, ты меняешь в виду на Бэйке? Ну, были люди. Облач был. Кивистоунер приехал. Редов был. Бризим, юзик. Запухшими ногами. Не знаю, чем гордишься, не скажу. Если говорить о том, чем гордишься, тебя очень легко задеть. Лучше втихую гордиться, и все. И все у тебя будет хорошо с самооценкой. Так втихаря гордишься, знаешь, в чем ты хорош. Или хороша. И никому об этом не говоришь, чтобы никто не мог тебя задеть. Да, по-моему, в поттере же была фраза, «Никогда не говори о лучшем, что у тебя есть». Ну, сейчас пойду отдыхать, я так покурю. Пообщаюсь. Хотел с вами пообщаться, я же нормально не смог выйти. Да, мне возможно, там слишком много людей, чтобы выходить. Прям ужас, сколько людей. Воронеж, по-моему, не помню, вроде в Воронеже есть концерт. Зайди на lukimin.tour.com и посмотри. По-моему, в Воронеже есть концерт. Ну, типа сегодня со стрима, там видосы, которые выйдут. Ну, как бы для себя определить, хотите вы приходить на мои концерты в рамках туры или нет. А, ребят, несколько, ну, народа пропустил, потому что я лег спать. В гримёрке. Ну, типа сил было ноль. Не помню, как Леонар выступал. С Болнцем я не общался. Не знаю, что о нём сказать. В Хабаровске я не буду в этом году. Как купить билеты в Тур, как показывать. Берёшь, покупаешь, тебе приходит на почту письмо с электронным билетом. Ты его распечатываешь, показываешь. Либо на телефоне штрих-кодом. Всё это решаемо. Да, конструктор был лайф. Ребят, на одни и те же вопросы по голосам я отвечать не хочу. Билеты везде по-разному стоят, я не знаю. На мой взгляд, недорого. Маркл нормально. Маркл клёвый. Маркл мне посоветует клёвого чувака, который делает винтажные очки. Типа, сегодня я у него очки увидел. Вундушки такие, типа, толстые. Моя вообще, типа, идея, что я буду коллекционировать очки. Сделаю дома полку отдельно. И буду собирать. Вот. Уже двое клёвых очков таких есть. Сейчас я читаю реплай, ребят, просто. Читаю. Я сейчас «Ведьмака» читаю. Последнее желание. Ну как, слушаю. У меня нет времени сидеть и читать. Типа, я там в зале слушаю или в дороге слушаю. С «Вайлд Вейс» я, кстати, так ни разу не пообщался. Ну, конечно, говорили мне, что я похож на Тома Харди, но это относительно глупости. На самом деле мы очень разные по внешности. Ну, мне так кажется. Конечно, есть какие-то там общие черты. Но это знаете, как очень много русских пацанов похоже на Джонни Деппа. Это все такое. Нет, Джонсовки не будут больше продаваться. Мы их сделали. Вот, 10 штук. Все. На соло-концерте автографы будут, конечно, из-за у меня силы останутся. На «Meet and Greed» клево с ребятами увиделись. Фанаты там, которые выиграли. А «Meet and Greed» я не знаю, как там конкурс делался. Вот, очень милые все, приятные. Немножко стесняющиеся в Якутске. Я бы хотел в Якутске концерт сделать, но в рамках этого тура я этого уже сделать не смогу. Может, в следующем году. Ну, я постараюсь сделать его в следующем году. Самым крутым за сегодня, ну, для меня это было мое выступление, естественно. Типа я не оценивался остальными, просто, ну, от чего я испытал больше эмоций, естественно, от своего. И, ну, мне очень понравилось, как соул выступил. Типа, это очень смело зайти первым, во-первых, и исполнить джазовые аранжировки, ну, типа, под свои треки. Это очень классно, соул очень-очень-очень талантливый типок. В дикую охоту играл во все дополнения, ну, мне, типа, поэтому я и читать начал. Не, с голосом не очень норм, чуть-чуть подсажен, чуть-чуть. Я энергос пью только потому, что мне сегодня вообще ноль сил. Даже на то, чтобы сейчас просто постоять покурить, типа, провести трансляцию, нужны были силы. Но тут меня не звал, чтобы, там, меня ждать у него. Последний просмотренный фильм, мне понравился «Остров собак» у Уэса Андерсона. Очень. 2019 альбом «Годы твой» не факт, я постараюсь их сделать. Не, не минус голос, у меня был намного жёстче. Он так, подсажен, типа, нужно дней пять, чтобы восстановить. Фест очень классно прошёл, всё очень классно. И ещё, надеюсь, вы оценили, а Рочев сделал анимацию с обложки второй повестки, вот этого озера, с падающими кометами. Это прям, это клёво. Я сам, ну, не мог увидеть, я на видосах увидел уже, выглядело это очень классно, прям та атмосфера, которую я хотел задать. Какие планы в освоении вокальных техник? Ну, я думаю, перед туром я уже ничего не успею освоить. Я думаю, это буду делать уже со следующего, прям с января следующего года. Мне говорят, что у меня очень, ну, типа, ну, не то, что очень, но есть зажимы, а вокаль. Вот, ну, и плюс, просто, типа, у меня голос очень сильно зависит от настроения. Нужно быть максимально, там, типа, не стесняющимся, не сомневающимся, чтобы выдавать правильно, там, все ноты и тому подобное. Но сегодня вроде хорошо всё было. Только после уже, когда выходил на фиты, у меня срывался голос, но это уже, типа, понятно. Там, поорал. Новый альбом в девятнадцатом году. Нижний Новгород, конечно, будет в большом туре. Естественно, мне Нижний Новгород очень нравится, я на АФП ездил клан. В четырнадцатом году. Очень красивый город. Рочь в красаву. Безусловно. Всем привет, привет, привет. Худи отвечал, что за Худи. Вернёшься к электронной музыке, но я вязаю элемент электронной музыки, зачем мне к ней полностью возвращаться? Типа, не вижу смысла. Это уже пройденный этап. Как и всё, что было до этого, это пройденный этап. Короче, я рад, что зарядил у вас энергией. И, надеюсь, вам её хватит на ваши свершения в ближайшем. Жду вас на концертах в рамках тура. Заходите, там активная ссылка есть. Надеюсь, что сегодняшнее выступление было достаточно показателем для вас. Всё. Обнимаю.